Будучи студенткой 4-го курса Щукинского училища, она сыграла у Глеба Панфилова в фильме «Романовы. Венценосная семья». Это была первая крупная роль. Звёздной же стала работа в сериале «Александра Митты. Граница. Таёжный роман». И тут на неё обрушилась слава. Поклонники не давали проходу. Пришлось даже перекрашивать волосы, чтобы стать менее заметной. И от предложений сниматься не было отбоя. Все фильмы, на которые она соглашалась, впоследствии оказывались точным попаданием в десятку. Сегодня моя героиня – актриса Ольга Будина. Здравствуйте, дорогие уважаемые телезрители. Ольга Будина сегодня у меня в гостях. Я должна сказать, что вы, во-первых, очень красивая. Во-вторых, такая прямо светлая вся девушка. И вопрос у меня первый такой. Оль, вы когда маленькой были, вам хотелось быть героиней какой сказки? Это «Алиса». «В Стране чудес». Или «В чудес», или «В зазеркалье». Которую туда в кроличью на руку. Это больше про меня, да. Больше про исследования, больше про погружение во что-то неведанное, в какие-то края, где я ещё не была. Также, я думаю, что совершенно изумительная сказка для мальчиков, для девочек. «Путешествия Нильсы с дикими гусями». Да, это правда. Она изначально же была написана как учебная география. География, да-да-да, совершенно верно. Это, мне кажется, такая детская вообще настольная книга должна быть. Это правда. Вы когда родителям объявили, что вы пойдёте учиться на артистку, они не скрутовались? Ничего не объявлялась. Никто не знал, что я пошла. А как это так вышло, Оль? Я сказала родителям, когда я уже поступила. Да что вы говорите. Вот вы какая храбрая. Так как я обожала музыку, я собиралась поступать в Гнесинку. Гнесинское музыкальное училище. И занимаясь на подготовительных курсах в Гнесинке, я наткнулась на дворок Щукинского училища, в который влюбилась и понесла документы в Щуку. И так как 6 июля экзамен был и там, и там, и нужно было понимать, куда нести документы. В то время можно было только одно место выбирать. В одно место, да. И мне нужно было выбирать. И я выбрала Щуку. Вот ничего себе. И даже с мамой не посоветовались? Нет, с мамой тогда нет. По-моему, я маме сказала на второй экзамен, потому что меня попросили одежду сменить. А это были 90-е годы, и все жили очень скромно. Да, если не сказать бедно, да. Да. И нужно было что-то изобрести, какую-то другую одежду. Потому что я помню, что пришла в каком-то длинном платье. Тогда я хиповала. Меня попросили как-то показать, так сказать, фигуру. Забрать ее, да. И вот нужно было что-то изобрести. И только по этой причине я сказала маме, что нужно нам что-то купить. Но вступительные вы прошли и оказались в Щукинском училище. Да, я прошла единственный со всего курса с тремя пятерками. Вот он вот. Дворик, которого вам так понравился. И дальше он стал вашим родным двориком. Там на будущие пять лет. Или сколько учится? Четыре. Четыре года. Родион Овчинников. Она манкая. Вот я этот тип женщин люблю. Когда надо красавица, а когда не надо и не красавица. А когда все время красавица, она от этого устает и очень быстро выходит в тираж. Она на курсе была не в любимицах у художественного руководителя. У нее есть мужское качество, стойкость. Я думаю, что она благодаря этим качествам и пробивается. То, о чем она пытается в искусстве жить, мне это интересно. Она не задержалась долго на этих всех девочках-попевочках. Она сразу перешла к каким-то серьезным вещам. Другое дело, это качество режиссуры, качество драматургии. Но ее актерское качество я очень приветствую. Она для меня редкий женский элемент, у которого есть своя тема. Что вообще редчайший случай сейчас. Ольга, а вам разрешали во время учебы сниматься в кино? Нет. Или это был запрет? Не разрешали, да? Но вас же Панфилов позвал на Романовых? Глеб Анатольевич, когда я училась на третьем курсе, смотрел всех девушек Москвы и Московской области на предмет поиска подходящих для исполнения ролей великих книжон Романовых. И я, собственно, попала, так же, как и все остальные, на встречу с ним. Вас отпустили сниматься? Или вы уже к тому времени институт окончили? Это было уже в середине четвертого курса. Было уже понятно, что мы уезжаем, и надо было отпрашиваться из училища. Это было для меня очень тяжело. Трудно, да? Да, тяжело, потому что у меня было три главных роли в дипломах-спектаклях. Но так как я авантюристка, мне, значит, нужно было что-то новое попробовать. И, конечно, как бы кино, конечно, меня сразу туда поманило. И я пришла, сказала мастеру курса, что вот я должна поехать на съемки. Ну, с большим трудом, скажем так, меня отпустили. И сколько съемки продолжались? Это такой фильм-то непростой. Ну, съемки продолжались 9 месяцев, так, если... Да, это долго. Да. То есть я уехала в середине декабря четвертого курса. Вначале на два месяца в Прагу мы снимали на киностудии Барандов. А потом еще были питерские съемки. Ну, как-то так. Самое интересное началось, когда я вернулась, потому что я вернулась совершенно лысая. Почему? В первом кадре нас всех побрили наголо. Прям в кадре. Царские дочери болели корью. Последние, скажем так, два года их жизни, они были, скажем так, коротко стрижены. Потому что они переболели корью. Девчонки, да. Как раз перед тем, как из Петербурга вначале, так сказать, их депортировали... Да, да, ну так можно сказать, отправили, да. ...в Екатеринбург. То есть они только-только выздоравливали. И Глеб Анатольевич решил, что мы не будем то лысые, то стриженные и так дальше. Мы весь фильм были лысые. И это был такой режиссерский ход, да, такой художественный образ, что мы вот... Ну да, совсем беззащитные такие. Мне сказали, вот зрачок камеры, вот смотри в него, это как бы твое зеркало. И, значит, стали стричь. Но дело в том, что если бы это действительно было мое зеркало, и я бы видела, как отрезаются волосы, у меня была бы одна реакция. А так как это был зрачок камеры, в котором все-таки ничего не отражается, да, то я должна была вообразить себе, а как я сейчас выгляжу? А вообще ровно или у меня череп? Вообще красиво ли это? И как это происходит? Потом в какой-то момент я думаю, наверное, отпустить слезу. Ну, наверное, же должно быть жалко. Конечно. Но я так думала, что как бы это сыграть, потому что мне не с чем сравнивать. Я не знаю, как это... Значит, я заплакала. Настоящие слезы были. Когда мы уже все сняли, и я зашла в гримерку, и увидела себя, и тут я заплакала. Но я заплакала не потому, что было что-то некрасивое. Заплакала я от напряжения. А вот сейчас уже, по прошествии времени, я понимаю, что это было, знаете, такое как бы крещение, как вот в армии вот уходят. Да, новообразцы. Да, и говорится, да, что когда ты отрезаешь волосы, то ты как бы обнуляешься. То есть какой-то твой предыдущий опыт, он... Уходит. Уходит, да, и у тебя начинается какой-то новый этап. И вот, получается, у нас четырёх... У девчонок, да. И ещё у мальчика, который он играл... Алексея. Алексея, да. У пятерых, получается, было такое обнуление в первый съёмочный день. А когда вы вернулись в Москву и нужно диплом защищать, в театр показываться, это вот обнуление вам мешало, Оль? Я не знаю. Мне нужно было как-то сдать экзамен. В общем, как-то мы его еле сдали. И был такой, да, момент, что нужно было и как-то всё-таки умудриться сыграть диплом на спектакль, и всё-таки как-то показаться в театре. Чё делай-то дальше? Ну да. Кино закончится, и чё дальше? Но на тот момент уже я вернулась, и весь курс, они уже сдружились между собой. И я была такой как бы лишней на этом празднике жизни. У меня, по сути, не было показов в театре, потому что, когда я звонила, мне говорили, а ваш курс уже показался, всё. Бедная девочка, Булзума. Нет, вы знаете, я всегда к таким вещам отношусь очень с большим интересом. Прямо с интересом и прямо с молоду вы так умеете? А какие у нас варианты? Страдать. Ну, если бы я сидела и страдала, то я бы сегодня не сидела здесь. Это правда. Поэтому страдания мы отметаем из возможных вариантов, они нам не нужны. Мы думаем, да, что нам с этим делать дальше, и изобретаем варианты. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели фрагмент фильма «Дневник его жены» Алексея Учителя, в котором вы снимались. Галя! Ты с ума сошла? Ты простудишься? Ты же ботики забыла? Вот и пусть, и не будет больше этого унижения. Никогда больше не будет. Господи, какого унижения? Что с тобой? Такого? Ну, как же ты не понимаешь? Ведь они же все сплетничают, про нас злобствуют. Когда ты рядом, это ещё ничего. А так же это просто невыносимо. Они мне, они со мной разговаривают, как с кокоткой какой-то, понимаешь? Это же просто нестерпиво. Батя. Мало мне разговоров о твоей жизни, так ещё, так ещё и о Дойбцева какая-то. Ну, как же такое может быть? Ты влачишься за каждой юбкой. Да ты никак ревнуешь. А что-то смешного, что? Не может быть. Господи, так ты плакала из-за этих красоток. Встань, пожалуйста, из колен, ты же испачкаешься, вставай. Не могу поверить. Я тебя сейчас зарежу и съем. Этот фильм начали снимать когда? Сразу после? Год после училища. А, год вы что делали? Были другие картины. Было уже несколько фильмов на тот момент. «Непослательный Абганца» с Михаилом Евдокимовым. Сериал «Простые истины». «Доси детектива Дубровского» тоже был сериал с Николаем Харачинцевым. Да, прекрасный, между прочим. Вот, знаете, сейчас мы смотрим на то, что вот было тогда, думаю, как хорошо играют актеры. Как хорошо играют актеры, да. Они год от года играют все лучше и лучше. Все лучше, нет, это правда, да. Если тогда, когда только начались у нас сериалы, это считалось моветон, то есть это как бы плохо. Плохо, нет, а сейчас... Это невысокое искусство, потому что у нас были очень высокие критерии. А сейчас, когда критерии очень упали, мы воспринимаем уже те сериалы очень даже. Ну вот смотрите, фильмы, в которых вы снимались, вот та же «Граница», «Таёжный роман», который снимал Митта. Это было как раз сразу после «Дневника». Это полноценный фильм, абсолютно. Да, там несколько серий, он многосерийный. Он абсолютно по-киношному снят. Он совершенно изумительно весь драматургически закручен. И мне кажется, как просто зрителю, да, и постороннему человеку, что Ольге Будиной все время очень везло с режиссерами. Тут Глев Панфилов, потом Алексей Учитель, изумительный совершенно режиссер, удивляющий зритель. Александр Наумович Митта, да? Александр Наумович – это совершенно просто, я считаю, человек недооцененный. Я согласна с вами. Потому что, вот знаете, я год назад проводила его юбилей, 90 лет в Доме кино. И вечер получился очень большой, очень тёплый. Готовясь к этому вечеру, естественно, мы уже проходились по практически всем его фильмам, вот я для себя каждый раз открывала, что вот в чём наше с ним сходство, он никогда не повторялся. Вот, допустим, он осваивает какой-то жанр, он его отрабатывает, и дальше он идёт в новый жанр. Это режиссёр, который работал во всех жанрах. Это правда. Обычно все вот идут в какой-то такой своей колее, вот они так устроены, они это понимают, они это чувствуют, и вот идут туда. Мета очень разнообразен, и ему всегда нужно было тоже что-то новое, чтобы ему было интересно. Если мы поставим в один ряд вот его картины, мы очень удивимся, что это снял один и тот же режиссёр. Один человек, да. Да, это факт. И вот год от года как бы сериалы были всё лучше, лучше, лучше. А я очень хорошо помню, как это было. То есть вначале сериал как жанр внедрялся вот в наш кинематограф. Большие режиссёры, которые привыкли отвечать за свою работу, они не очень понимали, как за такой короткий срок сделать так много серий. Допустим, роман «Авеценосная семья» – это полный метр. Снимался 9 месяцев. Дневник его жены – полный метр. Полный метр, да. А снимался, там у нас был год пролонгации, если учитывая этот год пролонгации, то снимался 2 года. И так дальше можно сейчас вспомнить. А сериалы – это очень всё быстро. А граница сколько снималась? Граница снималась. Это вот был же первый такой опыт, когда, вы знаете, наверное, всё-таки месяца 2. Ух ты, ничего себе. Да. Но дело в том, что что давало возможность уменьшать сроки производства? Все члены съёмочной группы, то есть все операторы, художники, они тоже учились ускоряться. То есть так совершенствовать свою работу, чтобы в большом темпе выполнять вот такие огромные объёмы. Которые прекрасные фильмы. Мы все, да, мы все этому учились на ходу. Потому что вот в этих рамках нужно было умудриться. Да, у тебя нет времени на подготовку, и на пересъёмку тоже нет. Ты не можешь как в театре переграть это завтра. Поэтому всё, что ты сейчас делаешь, вот то и останется. Вот то и останется. Оно тебя, так сказать, просто высасывало всё. Резервы, ресурсы, да. И вот я помню, что у меня после первых моих фильмов были вот такие периоды просто в лёжку. То есть я возвращалась после съёмок, и я месяц просто лежала. Потому что была такая мощная концентрация энергии, что нужно было восполниться против чувств. Учинить себя после этого, да. И сейчас это всё легче. Почему легче? Потому что мы уже привыкли в таком темпе работать. Мы уже живём с вами в таком очень быстром темпе. Ваня, на нации смотрит. А пусть смотрит. Марина, я уезжаю. Ты же знаешь, меня наказали. Да, я плохой офицер, да, я знаю. Но... Марина, зачем тебе такой неперспективный? Отпусти меня. Марина, ну скажи, что пошутила. Ну скажи, что любишь меня. Не люблю. Ты врёшь? Не люблю. Врёшь? Не люблю! Не люблю! Оль, вот идёт такую вот вашу Марину Голосёкину. Кто придумал? Вы или Мита? Потому что вот я смотрю, как зритель. И когда образ у нас в голове не сходится, или со временем, в которое это происходит, или с обстановкой, мы перестаём фильм смотреть. А здесь у вас всё, вот именно, особенно вот в этой вашей героине, вот всё, волосы, вот эти её кудри, глаза, платья, это всё составлено, ведь из вас это же вы. Вот это кто придумывал всё? Вы знаете, на протяжении этих 20 там с лишним лет, что вот фильм вышел, такого интересного вопроса мне ещё ни разу не задавали. Спасибо. Это правда. Я вам скажу так, что это, конечно же, абсолютно коллективное творчество. Безусловно. И, естественно, режиссёр этого творчества, конечно же, мета. Всё, что ему было нужно, он из меня вот так вот достал. Помогли местные жители, потому что вот платье, которое мы сейчас видим, это настоящее платье, так как мы всё делали с колёс на том сериале. Мы приехали, когда костюмы ещё шились в процессе. Вот, образно говоря, наши художники по костюму ехали в машине и крутили швейную машинку. Швейную машинку, да. Это было именно так, потому что уходила натура, нужно было успеть за лето это снять, и нужно было всё делать очень быстро. А когда костюмы... Это же не пойдёшь в магазин, не купишь, 70-е годы. Поэтому всё вот так... Но когда мы приехали в Калужскую область, в Кировский район, в гарнизон Шайковку, прелесть того, что вот мы видим в кадре, это коллективное творчество всех жителей этого военного гарнизона. Да что вы говорите? Если бы не они, у нас бы не получилось такое кино. Они в кадр тащили всё. Ковры какие-то там, знаете, эти сахарницы, скатерти и так далее. Это электрический самоват. То есть то, что оставалось, да, они могли этим не пользоваться уже, но вот это у них осталось ещё с тех времён. И раз это 70-е годы, и тут кино снимается, и они с таким широким, открытым сердцем... Все нам предлагали, тащили. И вот наполнение кадра, оно во многом... Нет, конечно, у нас потрясающие художники, постановщики были, но всё-таки вот это наполнение кадра, откуда брать этот раритет, нам давали все это местные жители. И вот это платье, в котором я... Танцую. Я его попросила сделать несколько самым, на главные сцены его надевать, потому что вот местная жительница, Татьяна Петровна, я вот помню, как её зовут, шила мне два платья, которые художницы по костюму попросили. И в одной из примерок она мне сказала, что у них сохранилось платье, которое она надевала на второй день своей свадьбы. Помните, тогда свадьбу гуляли два дня. Два дня, да, и прекрасно помню. И я даже своё платье тоже помню. Вот. И у неё родилось два сына. И она по наследству как бы не могла это никому передать. И оно у неё просто лежало. То есть она надевала один раз в своей жизни, вот на второй день собственной свадьбы. Брак у неё счастливый, всё хорошо. И вот она говорит, может быть, вам подойдёт. Я его надела. Оно вот как в литое было. Что-то там ещё там подшили. Всё. И это настоящая, да, вот та эпоха. Понимаете, то, что касается блонда. Да, я же не блондинка. А там я блондинка. Прям беленькая, да. Мы пробовали разные цвета. Так, чтобы это всё-таки было в эпохе. И потом я вспомнила, что был вот этот пергидроль. И модницы того времени осветлялись вот этим пергидролем, сжигая вообще напрочь свои волосы. И мне красили волосы вот этим пергидролем практически. Ну, может быть, не совсем, да, но вот что-то... Я понимаю. У вас волосы прекрасные. После этих съёмок... Ничего у вас не сожглось. Ну, за 30 лет они просто выросли. После этих съёмок я очень коротко должна была постричься, потому что нужно было это... Ну да. От всего этого. От всего этого выйти, да. Мне кажется, что природное Ольгина обаяние во всём, во внешности, в том, как она разговаривает, в том, как она общается. И вот эта Ольгина необыкновенная женская харизма, она всегда имела успех абсолютно у всех слоёв зрителей. Она очень открытый человек, особенно в начале общения. То есть она всех любит. И потом, когда человек поворачивается каким-то не тем боком, для неё это большое разочарование. И вот это вот такой внутренний конфликт часто возникает. С Ольгой сложно в работе. Она, конечно, требовательна к себе и, конечно, требовательна к коллегам. Мне иногда казалось, что она даже излишне требовательна, но, как показывает практика, в общем, всё это принесло плоды хорошие. Оля, а у вас был в жизни момент, как вот у Татьяны Самойловой после фильма «Летят журавли», когда вы проснулись знаменитой, что вот вы вышли на улицу в Булочную и вы слышите, как говорят, это она, она. Да. Это вот когда было? Ну, это было, конечно, после границы. После границы, да. Хотя, должна сказать, что я очень хорошо помню тот день, когда вышла первая серия. На тот момент я жила уже отдельно от родителей в съёмной квартире, и я была одна дома, значит, вот первый канал, первая серия «Гранит» без рекламы. Сейчас мы даже не можем себе представить, что такое смотреть кино без рекламы. Даже не было ещё мобильных телефонов. Я, конечно, вот... Трясусь. Трясусь, да. Трясусь, как это всё получится. И нет ни одного звонка. Мне за целый вечер не позвонил ни один человек. Даже родители. Боже мой. А как это так получилось? И я прорыдала всю ночь. Я подумала, что это провал. Оказывается, что все думали, что у меня шквал звонков, и решили меня не беспокоить. Не звонить. Понимаете, как это может быть? То есть они звонили друг другу. Друг другу, да. И говорили, вот, а это вот так. А это вот так. А это ты видел, да? И у них вообще там своя какая-то была песня такая. И все. А я тут... Вот так это было. Человек сидит в тишине. А я, да, прорыдала всю ночь. Я подумала, что всё, это нестерпимый провал, что всё ужасно. Боже мой. А оказывается, да, это можно было сравнить вот с этим, когда в театре гениальный спектакль, да? Да. Зрители молча сидят. Они молчат, да, а потом взрываются. И вот в моём случае этот взрыв произошёл на следующий день. На завтра. Стал уже разрываться телефон, и стали тут же мне предлагать... Всё на свете. Всё, что только может быть, да. Я помню, что месяца два после выхода сериала я каждый день с утра до ночи давала интервью. Я понимаю. Это я понимаю. И на тот момент, будучи вот такой молодой артисткой, мне было неудобно отказать. А кто только мне звонил. И потом только я узнала, что есть там какая-то жёлтая пресса. Да, журнала, собаководство, туда тоже можно не давать. Понимаете, тогда это всё только начиналось. И мы были в этом смысле первопроходцы. Первопроходцы, да. Мы не знали, что можно, что твои слова могут извратить. Потом не было интернета. Вначале ты встречаешься с журналистом, ты на диктофон это наговариваешь. Потом он самостоятельно это всё расшифровывает. Да, да, да. Потом вы встречаетесь второй раз. Он тебе даёт эти листочки стекла. Ты сидишь, его правишь. Правишь. Потом встречаетесь третий раз, для того, чтобы посмотреть уже, как это всё будет. Да, да, историю, да. Но так поступают порядочные журналисты, когда столько времени тратится на утверждение вот этого всего. Материала, да. Да. А в моём случае, наверное, в 70%, ну не только в моём, но вот в то время... Один раз встретился там, что ты, значит, честно отработала. Каждое интервью это 2-3 часа. Да. И после этого тебе никто не звонит. Всё. И сделать ты ничего не можешь. А потом мне пишешь, что хотят. И уже какие-то легенды стали складываться, и так дальше. То есть дальше уже какая-то история, ко мне не имеющая никакого отношения. Никакого отношения, живущая своей жизнью. И дальше только мама говорит, слушай, а вот это что, правда? Я говорю, мама, почему это... Или кто-то там из близких друзей. То есть начались вот эти слухи, домыслы... И так далее, и так далее. И вымыслы. Вымыслы, да. И началась вот эта уже как бы другая история познания некоего мира, который существует помимо тебя. И он абсолютно неуправляем, потому что в нашем законодательстве даже не было никакой статьи. А как ты можешь вот им запретить? Конечно. Ты ничего не мог сделать. Да. Ну вот... Так было, да. Сейчас я буду говорить чистую правду. Вот мать Родина для меня Ольга Будина. Мне иногда кажется, что она просто моя сестра. В литературке как-то было написано, боже, какое божество. Думать одной, говорить то же самое. Вот Оля такая. Вот как Акын. Вы все видите, как я ее люблю. Прям вот вся настоящая. Вся настоящая. Я счастлив, что я могу это ей сказать. Вы знаете, еще парадокс. Она настоящий патриот страны. Для нее нравственность на первом месте, а для других актрисов главная профессия. Оля нет, Оля не такая. Оля человек. Оля человек и очень хорошая актриса. Очень хорошая актриса. Удивительная, честная и достойная. Таких людей вот я мало знаю. Дай бог тебе здоровья и счастья. И... На букву Ле. Спасибо, Става. Спасибо большое. Очень неожиданно то, что я сейчас услышала. Очень приятно. И я ему благодарна за то, что он как раз возвращает меня в профессию. Вот своими разговорами. То есть он говорит, ты должна сделать вот это. Почему ты, значит, уходишь со своей вот этой траектории? Ты должен заниматься творчеством. Конечно. Я тоже, как Стас Садальский, сейчас вам начну говорить. Вы должны играть. Вы должны сниматься. Если вам не нравится сценарий, выбросите его, возьмите другой. И снимайтесь. Вот в этом смысле, да, есть момент распыления. У меня очень большой. Я, к сожалению, очень много, так сказать, вот... Дел делаю разных. 500 тысяч одновременно. И это не совсем правильно. Стас говорит, что вы всем помогаете. Стремитесь, по крайней мере. Я понимаю, что всем помочь нельзя. Но кому-то можно. В этом действии, назовем это так, для вас что важно? Мне кажется, что все равно это некоторое преувеличение. Я не могу сказать, что я прям всем помогаю. Я не мать Терезы. Вот это прям подчеркиваю. То есть у меня был такой период, когда меня очень закашивала вот в эту жертвенность. И после ряда таких не очень приятных обраточек я для себя эту тему закрыла. Прилетало-то, потому что мошенники, потому что люди нечестные. Если ты хочешь помочь, у тебя должен быть штат сотрудников, которые будут проверять, правда ли это. И это такая головомойка. То есть это могут позволить себе все-таки такие крупные благотворительные организации. Или ты можешь стать, допустим, главой там какого-то фонда, а кто-то будет всем заниматься. Будет всем заниматься, да. Ну вот в моем случае так не произошло. То есть это не сложилось. И хорошо, наверное, что не сложилось. Но то, что касается помощи, то все равно я как-то умудряюсь это сейчас совмещать, потому что не помогать нельзя. Особенно сегодня. То есть сегодня моя помощь, конечно, средоточена как бы в рамках проведения специальной военной операции. И сегодня, я думаю, что не должно быть среди нас людей, которые не помогают. Вот эта народная помощь сегодня, она настолько откровенна, искренна, правдива, честна, прозрачна. Я понимаю, да. Что мы все друг друга как бы знаем. И это очень здорово, потому что и чужаков тогда мы туда не пускаем. Да, я понимаю. Потому что эти цепсошники, да, вот они же ныряют. И очень много случаев вот в 22-м году, да, собственно, в 23-м было, когда они, прикрываясь какими-то тоже волонтерскими группами, давали номера карты, а это, оказывается, были хохлядские. Ну, то есть вот таких подстав было очень много, поэтому сейчас мы должны уже знать друг друга. Ну, да, чтобы действовать проверенно. Чтобы такого не было. Да, я понимаю. Вы фильм сняли, называется «Иди за мной». Как режиссёр. Вы же как режиссёр над этим фильмом работали. Это фильм, в котором я выполняла и выполняю, ну, по сути, все функции. Так получилось. Давайте посмотрим ролик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Братан, да ты не переживай. Вот я с тобой иду, ты за мной иди, всё нормально будет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чтобы строить такой фильм, нужно большое мужество. Вы им обладаете? Я не знаю, как вам ответить. Ты просто идёшь и делаешь. Ну, а как? Ну, вот они делают, а ты что, не можешь пойти и сделать? Пойди, вставай и делай. Потом стал распространяться слух сейчас, да, о том, что вот они поехали, да, как бы деньги зарабатывать. А не кто? Вот эти ребята? Вот как бы контрактники, да, они вот поехали, потому что вот деньги зарабатывать. Это, я не знаю, вот какой кривой мозг должен быть у людей. Ну, да, кем надо быть, чтобы придумать. Это просто невероятно. Те, с кем я общаюсь, а это наши боицы белгородского направления, это люди, которые не могут поступить иначе. Они не хотели этого. Они не о такой жизни мечтали. Вот как мне один наш боец сказал в интервью, вот есть приоритеты. Я тоже хочу сплавать куда-нибудь, в кургосветку или еще что-то. Есть приоритеты. Вот у них есть приоритеты. Они даже по состоянию здоровья не хотят уезжать с передовой, потому что они уже накопили вот этот опыт. Опыт, да. И они боятся, что если они уедут, то что будет с их товарищами? Да, да, да. Это настолько другие вот люди. Вот я хочу пить. У меня есть глоток воды, да? И если я выпью этот глоток воды, то я как бы могу, так сказать, идти дальше. Идти дальше, да. А командир мог говорить, нет, у тебя есть глоток воды, ты хочешь пить. Но ты вначале спроси у своего товарища по окопу, может быть, он тоже хочет. И предложи ему. И если ты так сделаешь, то ты выживешь. Он говорит, как это? Подождите. Какая-то у меня такая диссонанс. Какая-то вывернутая какая-то, да-да. Общество потребления не так предписывает. Если ты так сделаешь, то ты останешься жив, потому что там начинают работать другие законы. И это тоже одна из причин, почему они не очень хотят возвращаться. Когда они возвращаются в отпуск, им же положено раз в полгода 15 дней, они попадают в другую психологию. Конечно. Здесь всё как будто немножко в кривом зеркале. А может быть, и немножко. И эту колоссальную разницу они не могут терпеть. Мне кажется, нам уже очень даже пора прекращать жить в кривых зеркалах. Оль, вот у меня под занавес нашей программы вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а вот в принципе вы умеете ничего не делать? Умею и очень это люблю. Что вы делаете, ничего не делая? В этот момент я могу смотреть любимые фильмы, могу читать любимые книги, могу смотреть на облака. И я обожаю такие состояния. Ой, как я вас понимаю и разделяю. Спасибо вам большое за вашу точку зрения, за позицию, за умение ничего не делать. Потому что вот в мире, в современном, с моей точки зрения, умение ничего не делать, то есть оставаться наедине с собой. Это очень важно. И всем этому надо научиться. Ольга Будина честный и неравнодушный человек. Она творит добро и занимается важным делом, за что ей большое спасибо. Спасибо.